МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...за спектакль «Ночь перед Рождеством», а также Волгоградского молодежного театра за постановку «Пиковая дама». Мы очень рады тому, что именно мастерскую цеха включили в авторскую бюро. Мы очень рады такой награде, очень приятно, что нас так оценили. Это очень хорошая постановка, всегда бурные овации, всем очень нравится. Когда ставили спектакль, мы думали, возможно, что так будет. Ну, как обычно, спектакль ставили, ставили, делали, декорации. В каждом спектакле свои сложности. Но мы же мастера, поэтому мы со всем справляемся. В направлении культурно-просветительской деятельности награду второй степени получил коллективный проект «Первая улица мира», представленный Музеем изобразительных искусств имени Машкова. Как отмечают сами авторы, главной задачей было раскрыть возможности потенциала исторического прошлого культуры нашего города. Мы обратились к мирной послевоенной истории Сталинграда, потом Волгограда, и постарались, в общем-то, научиться у людей, которые запечатлели этот победный, светлый, обнадеживающий дух, у художников, которые это видели. Вот чему-то, что может нам помочь сегодня, здесь, сейчас. В этом проекте собраны уникальные и редкие исторические материалы. Еще многое не исследовано. Мы неоднократно сталкивались с тем, что многие люди и художники, и просто горожане ждут продолжения. Они спрашивают, когда же следующая выставка про город, а что мы еще будем делать. И какие-то формы, ну, просто родились, и они будут постоянной частью музейной жизни, например, экскурсии по городу. Лауреатов по каждому направлению оценивали эксперты. Наша земля бы как талант. Просто сегодня, как и подведение итогов и оценка той многолетней деятельности людей, которые вот в разных совершенно сферах, да, они делают нашу жизнь прекрасной. На самом деле, очень профессиональные люди, на самом деле, то есть те награды, которые находят своих героев, они абсолютно заслужены. Потому что каждый из награждаемых, он нес огромную лепу в создание того информационного, того культурного социума, в котором мы живем. И благодаря им, то есть, есть определенная планка, высокая планка, к которой должны стремиться те люди, которые работают рядом с этими людьми, и которые учатся на их работах, на их примерах, на их творчестве. Обладатели госпремии получают денежное вознаграждение в размере от 150 до 200 тысяч рублей, а также почетные знаки. Напомним, что государственные премии в области искусства и культуры присуждаются ежегодно с 2008 года. За это время награды получили порядка 400 человек. Все проекты получают положительный общественный резонанс и отклики в СМИ, а также положительные рецензии критиков.